Хе-хе-хе, всем привет, рад приветствовать вас, друзья, на канале, с вами доктор, это Deliveras Mars. Продолжаем с вами проходить. Приглашаю вас присоединиться, для поддержки сразу поставьте лайк, есть что сказать, конечно же, пишите. Но сейчас устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Давай разделимся. Так будет быстрее, надеюсь. Да, ладно. Мы ищем пригаболин, габапентин или амитриптилин. В общем, все, на чем написано противосудорожное или опиоидный анальгетик. Тебе еще раз повторяю, я понял, только ей. Если я найду хоть что-то, повторишь мне весь этот список. Вот видишь, она тоже не поняла. Так, ну я туда не попасть. Ну, пошли здесь. Так, здесь у нас прохода нет. Я сам скажу. Глэр была ее самой близкой подругой. Просто знает. Я знаю, Рай. Она со мной только по делу. Такие криокамеры были и на Луне. Они ускоряют восстановление человеческих тканей. Кажется, эти палаты оснащены по последнему слову техники. Все лучше, что было на Земле. Давай. Говори прямо. Не Юли. Ну, надо думать. Он ее пырнул, е-мое. Правда? Да. Зачем же она полетела? Могла бы подождать нас на Земле. Ну? Не могла иначе. Для нее это слишком важно. Если эта женщина взялась спасать мир, остановить ее уже невозможно. Ясно. Ясно. Так, внимание. Сотрудник номер 271 превышает максимальную продолжительность 10-часовой смены на 7 часов. Предложите этому сотруднику завершить смену. Угу. Да. Перерабатывает кто-то. Так, мне не бежит никуда никто. Ходим медленно. Так, там планшет у нас лежит. С сообщениями опять будем чью-то переписку читать. Ну, давай. Майя и Юрий тоже прошли отбор. Да ладно? Надеюсь, мы тоже сможем сами подбирать себе людей. Хе-хе. Да уж, жизнь перестает быть муторной. Давно пора. Ха-ха. Когда там у нас запуск проекта? В пятницу? Да. Думаю, Исаак выступит с речью и выдаст всем нам назначение. Подумай только. Этот парень тут меньше года. Но уже столько всего сделал. С ума сойти. Ты что, фанатеешь по неуклонному старому инженеру? Просто говорю, что он крутой. Чего такого-то? Кстати, во время учебы в МТИ я повесила себе на стену его первые статьи. В рамочке. Ха-ха. Ну ты еботан. Ну да. Ботан. По-любому. Запишу, чтобы не забыть. Да, конечно. Как такое забыть-то? Как такое теперь разведить? Так, ладно. Идем сюда. Может, бегом побежим уже? Ё-моё. А, ну это вот мы оттуда. И вот досюда. Угу. Так, тут ничего. Здесь ничего. Мне. Тин. Тин, бин, мин. Короче, какие-то лекарства надо. Дайте что-нибудь. Так, шкафчик открытый. Наверняка тут что-нибудь лежит интересное. Ни хрена там не лежит. Чё, где? Чё, чё пищишь? Где? Ты зачем меня с этом? Ты специально сейчас, что ли? Ага. Так. Норетестерон. Отложите начало менструации. Господи. Это нам не интересно, простите. Так. Не хочу надоедать, но ты скоро вернёшься домой. Если пропустим запись на обед, то потом мне перепишут. Обвал на Хершелл. Всё очень серьёзно. Мы потеряли Мунера. Меган в реанимации. Пьера едва удалось стабилизировать. Через 20 минут у меня операция. О, господи. Прости, это ужасно. Надеюсь, Мунер теперь в лучшем мире. Хабиби, у меня совсем нет сил. Хабиби, ты там уже 15 часов. Конечно, сил нет. У Розы уже 20 часов переработки. Исаак тоже здесь помогает, как может. Почему-то он принимает всю эту ситуацию близко к сердцу. После этой операции нас сменят. Хорошо. Увидимся через несколько часов. Я захвачу тебе что-нибудь поесть, если мне позволят. Хабиби. Мы потеряли Пьера. Я скоро буду. Короче. Печальные истории. Так. Это лекарство не наше. Оно нам не надо. Цикл менструации мы придерживать не будем. Если вы еще вдруг по каким-то причинам не знаете, что это такое, значит вам это пока еще рано. Так. Что это у нас? Письмо на иностранном языке. Интересно. Картинка. Судя по рисунку, здесь лежал ребенок. Так. Тут колеса. Нет. Что? Тут колеса не для нас. Блин, как я не могу, что она пешком просто прогуливается. Так спокойно. Как будто ей некуда спешить. Давай бег включим. В самом-то деле. Свет. Перчатки. Так. Я этим всем. Короче, тут нет ничего. Ладно, там лестницу видел. Пошлите на лестницу. Залезем туда. Так, сохранение. Так, что это? Издательский комплекс Хаггис. Хагг... Ху... Хуиггинс. Во. Вечная павель. Вечная память. Авария на Хаггинс в 2048 году. Ого. Окей. Ладно. Чья-то медаль. Хорошо. Ничего себе! Кто бы мог подумать, что у Розы такое большое семейство. Они такие счастливы. Неужели Роза улетела, оставив их всех на земле? Угу. Здесь что? Здесь ничего. Так. Так, так, так. Здесь у нас еще одна голограмма. Хорошо. Возможно, эта голограмма нам подскажет, куда идти дальше. Так. Так. Охрана сопроводит вас в жилые отсеки. Сегодня пойдете работать в ночную смену. Говорят, ты привлекла Исаака к своему маленькому проекту. Проекту, который я тебе четко и ясно запретил. Людям нужна помощь. Людям нужно работать. Если вместо дела они будут здесь прохлаждаться, мы вообще не сдвинемся с мертвой точки. Кроме того, это крыло должно быть готово к приему роженика. Короче, этот чувак, походу, больной. Криосон на него прошел не на пользу. Да ты больной. Паранойик. Обречен. Стены еле выдерживают пыльные бури. Одум выдает мутации одну за другой. Мы застряли на чужой планете. Нам здесь не место. Ничего не получится. Мы должны вернуться на Землю. На пути эволюции и прогресса трудности неизбежны. И мы с ними справимся. Столько всего с нами случилось за эти годы. И ты все еще веришь, что на Марсе лучше, чем на Земле? В течение часа здесь будет служба безопасности. Восстановит порядок. Спасибо, что поддержал. Прости. Я тебя не понимаю, Исаак. Ты ведь слышишь, о чем говорят люди. Наша работа напрасна. Ничего не получается. Нам тут тесно. У нас мало еды. Нет надежды на будущее. Так почему ты молчишь? Все не так просто. Люди бросили семьи, чтобы попасть сюда. Ты и сам своих бросил. Не пора ли к ним вернуться? Исаак, подожди. Прости. Я... Весьма интересно. Так, ну это мы все прошли. Так, ладно. Окей. Вот такая вот история трогательная нас посетила. Здесь у нас что? В общем, Сара вкидывает смуту. Опа. Так, давай. Отсканирую. Надо записать. Подумать только. Они решили устроить тюрьму именно в лазарете. Колонистов запирали здесь по разным причинам за кражу еды, за драки, даже за саботаж. Даже. Ну, блин. Слушайте, в таких местах, мне кажется, саботаж это вообще самое страшное, что может произойти. Поэтому здесь даже вот, ну... Блин. Ну, вообще, да. За саботаж надо наказывать. Саботажа здесь вообще не должно быть. Это прям серьезное наказание. Из-за саботажа может вообще все пойти крахом и походу вообще все здесь и пошло крахом благодаря этому. Или из-за этого. Ну, разберемся, ребят. Посмотрим, что здесь. Ремко. Я понимаю, что выбора у тебя не было, но ведь Леандр не делал ничего такого, за что его следовало бы сажать. Чувак, правила придумывания Ну, да. Но ты же понимаешь, что это полный бред. Ты же программист. МакАртурл взял тебя в охрану только потому, что ты здоровый кабан. Ты что, жирный меня назвал? Нет. Ты просто набираешь массу. Небось, пайков тебе не хватает. Как набрать массу на таких крошечных порциях? Я могу на месяц удвоить твои пайки. Скажу одному из упаковщиков добавлять их тебе в поставки. Просто отпусти Леандра. И мы договорились. Даниэль, братан, ау, я же вижу, что ты в сети. Вот вам и пожалуйста. Поперло. Взятничество уже пытаемся непосредственно. Чувак пытается подкупить кого-то. Ну, вот. Человек нигде не меняется, к сожалению. Везде он такая же мягко говоря скотина. Ладно. Все считают, что они умнее всех, что они круче всех, что у них есть связи и так далее. поверишь, я нашла тюрьму, пока Артур переделал под нее целую секцию. Ну, а как без тюрьмы-то? Что, господи-то, ёпарас. Воровство. Это же люди. У них же общее дело. Надо держаться вместе. Это бред какой-то. перестали ощущать себя частью коллектива. Видимо. Так, Марсианский человек, выпуск номер 3, Утара, автор Шайк, иллюстрация мира Токар. тайный город Утара сумел по-настоящему поразить воображение астронавта. Марсиане поведали ему о самых великих своих достижениях. В их мире давным-давно победили голод и нужду. Тут никто не ведет войны. Цивилизация, погруженная в гармонию и избегающая хаоса и раздоров, живет в полном взаимопонимании. Но примут ли они свое общество астронавта? Примут ли они? Записал. Молодец. Примут ли они в свое общество астронавта? Так, Сим-Сим, откройся. Нет? Не откроешься? Это что вообще тут такое? Табуретка. Кому-то допрос устраивали, видимо. Ладно, пошли. Здесь? Нет. Закрыто тут. Попа. Ага, я, ребята, сверху. Ну, смотри, пробрался вверх вот этих завалов. Лазарет. Тук-тук. Идем в лазарет. Я нашла аптеку. Отлично. Сейчас я зайду с другой стороны. Дверь заперта. Но если подключу к стриму, открою. Ладно, действуй. Угу. Так, здесь все закрыто. как стрим-то подключить вообще не проблема, я так подозреваю. Вон, все здесь есть для этого. А здесь? А, понял. Так, а что здесь? Давайте сюда слетаем сперва, сгоняем. Так. что это? Ага. Открыть. Так, я открыл дверь. Вот она. Хорошо. Так, эту штуку, я думаю, надо вот сюда. Так, подожди. Раз, два, три, четыре, пять ячеек. Давай мы их сюда, вот этому вот, направим. Так, хорошо. О, а я тут могу пробраться, что ли? короче, это с той стороны, что ли, надо пробираться, не понял я. Вообще, непонятно, зачем, самое главное. Так, R. Туда. С. Сюда. Так, замок с той стороны. Ага. В принципе, я все это понял. Вполне, ребят, я вполне все понял. Давайте вот эту штуку берем. И нам надо на один знак вот эту штуку вот так вот прибрать. Все, открывай. так, в хранилище надо попасть. Как только. Это непростая кнопка дрона. Тогда как же ее? У тебя и дрон непростой. Айла, да ты ловкая. Какие еще есть трюки в рукаве? Вроде нашла какие-то лекарства. Может, среди них есть этот прагабентин? Молодец. Супер. Подойдет. А это антидепрессанты. Их целая куча. Странно. Разве жизнь на Марсе не была для них мечтой? Да что странного-то? Чужая планета. Что, бред какой-то несете? По-моему, все тут предвзято. если прилетели на Марсе, значит все, должны все быть счастливы. Понятно, что на другой планете. Опять мне прическа скачет. Какая? Ты представлял бы, где я уже лазил. только я умею работать с точками стрима. Ты лучше побудь сейчас с Сарой. Слишком опасно. Я справлюсь. Не сыр, Будь осторожна. Вариантов нет. Хорошо. Так задумано по сценарию. Беги к Саре. Дай ей таблеток. Таблетоку. Эх, и че, мне прыгать что-ли уже туда? Не, ну я туда не допрыгнул. Меня конечно простите. Погоди. Так. Давай вот это вот срежем. Так. Ну окейно. Здесь я все собрал на так тихо. Подожди. Тут мы все прошли. Здесь что-то можно посканировать? Посканировать здесь что-то можно? Так. Здесь нету ничего интересного. Так. здесь? Есть что интересного? Тут тоже ничего интересного. Так. Ну у меня путь... А! О! О! Вон че! Понял! Вон на че! Понял, понял. Так. Все конечно хорошо, но только вот как туда пробраться? блин, а где ты еще? А! Вот еще я вижу, вот он нашел. Еще одна такая штукенция, вот она стоит, просто так бездействует. Отлично! Так. Чпок. Ну, наверное да. А сколько туда? Два вообще, две ячейки надо. Мне вот тройная которая нужна, мне ее надо туда транслировать. чего-то не хватает. А если использовать тот же сплиттер? В смысле? Моя твоя не понимать. Так, ну тут наверх все. Дальше дороги нету. Какой сплиттер? Куда использовать? так. С мне нужна и вот сюда ее. Опа. Пошли. Готово. Можно подниматься мастер. Отлично. Да. Так, это и было задумано. Хорошо. Так, смотрим, что у нас есть здесь. Так, тут ничего интересного. Здесь еще одна голограмма нас ждет. А тут похоже на какую-то детскую комнату, ребят. это надо бы записать. похоже им не тот так и не успел поиграть. Все таки есть заброшенных детских игрушках что-то жутковатое. Так, детская комната есть, а детей походу у них не было, да? пошлите голограмму смотреть. Да, блин, что-то вышел-то. вот ты где. А мы тебя вчетвером повсюду ищем. Ты не великоват для этого стула? Сколько лет эти маленькие стулья стоят тут и пылятся? А почему? Большинство просто боится заводить детей на чужой планете. Мы не знаем, какие могут быть осложнены. Мы эволюционируем адаптируясь, а не замирая в страхе перед чем-то новым. Если не попробуем, не узнаем. Вот цена прогресса. У тебя есть семья на земле? Да. С чем ты ко мне пришел? Гершель сильно пострадал от пыльных бурь. Пока мы все не восстановим, не будет сплавов для строительства жилья. А что одум? Мы думали урезать порцию, чтобы еды хватило подольше. Пошли слухи, люди начали бастовать. Я скажу, Рози, этот ее проект, Хоум Уорд, пора прекращать. Надо было просто дать ей сделать реабилитационный центр. Помогать людям. Не хотела она помогать людям. Она хотела найти уязвимые места. Ну, с ней я разберусь. Ты какой-то параноик. Да, к сожалению, не часто бывает, что люди, добравшись до власти, остались адекватными. Как раз часто бывает наоборот. К сожалению. Так, ну, окей, ладно. И куда пойдем? А дырок понаделала сколько? Ну, я моя. Еще раз пошли. Сбился. Так, есть Я прошел Да будет свет Так, нам вверх, понял Что здесь, куда здесь Что, дальше вверх, что ли Так, ну тут я больше ничего не вижу Окей, пошли вверх Так, дальше что Ага Скалолазка моя Альпинистка Ты отвали, не мешай Видишь тут Все довольно страшно Ага О, это что сейчас с ногами было И вы это видели Так, нет Так не получится Пошли Так, нет Ауч Так, сюда Так, понял Валер Сюда вот Стукни Во Да, блин Вот сюда Куда лезть А, вон она Вижу Бег Залази Залез Ла Так Куда теперь Че, сюда Так, ладно Че, сюда прыгаем Или сюда Это было опасно Так, хорошо Сюда Ага Так, понял Опа Ну просто вообще Какая-то Как сказать-то Ребят Акробатка Деваха у нас Настоящая Так, а я залезу туда? Залез Режем Отлично Так Так Куда Наводим Теперь Все Творения И в смысле Мне туда Еще надо Будет Как-то Пробраться Что-ли Ха Ладно Понял Допустим Так Креогеника Креогеника Я поищу воду Что там? Что там С Сарой Не так Сара Колись В такой Креогапсуле Я лежала На луне О Нахлынулись Чувства Что-ли Починить М5 На последних Остатках Гелия 3 Гелий 3 Был нужен Твоему отцу Чтобы запустить Ковчег И забрать Тебя Он устроил Пятилетний Блэкаут Один человек Один Постумок Который Затронул всех Он не хотел Устраивать Блэкаут Благих Намерений Недостаточно Кэти Очень часто Свои ужасные Поступки Люди пытались Прикрывать Благими Намерениями Самое сложное Различать Что хорошо И что плохо Клэр Различала Надеюсь Ты тоже Ты то не Видела Все то Что я Видел Уже Так что Что то Ты прям У меня Робот Умеет Распознавать Диоди Раскодировать Голограмму Вот чего Тут нам Не хватало Еще Баррикад Короче Что то Тут пошло Не по плану Однозначно Его Словно Сделали Решельцы Прямо Штуковина Из научной Фантастики И мы Все Тут Знаем Кто Автор Ладно Разделимся Папаня Наш Автор Да Довольно Так Гордится Патей Походу Так Че Сканируем Никогда Еще Не Приходилось Видеть Ничего Подобного Это Просто Гигант Гидронасос Или Что то Посложнее Зато Сразу Видно Что Без Папы Тут Не Обошлось Вот Так 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 Че У нас Тут Детские Игрушки Дыры В заборе Ученый Терминал Тюрьмы Рымка Даниэла Так Че Еще Тут Комикс Еще Один Так Окей Че Надо Сделать Что Такое Двигатель Осмотрите Двигатель 0 Из 6 Ну Давай Попробуем Так Сюда Проходу Нет Не Закрыли Дорогу Выход Отсюда Отчего Вода Выглядит Так Красив Насколько Я помню Уроки Биологии Это Похоже Планктон Планктон Раньше На земле Кое Где По ночам Так Светилось Море Да Ну Не Правда Мы на Такой Пляж На Свидание Ходили Помнишь Тогда У нее Было Больше Интерес Так Ладно Так Мощная Мощная Батарейка Так Ладно Пошли Далее Сара Мы можем Поговорить О том Что ты Сказала Вообще То я Не отвлекай Меня Потом Поговорим Ладно Так Еще Три Надо Так Ассистент Аналитик Ваш Отчет За День Готов Все Системы Панаце Работают В полном Объеме Так Это не вопрос Был Это утверждение Короче Отчет Был Готов Так Ладно Сматриваемся Дальше Так Что это Этот лифт Точно Не работает И что Навело На эту мысль Ну Как минимум Весь прошлый Сломанный Приемник Ну посмотрим Приемник Стрим Сломан А Пока Мы не Подключим Лабос Ничего Не выйдет Ну Значит Этот Панаптикон Подождет Подождет Конечно Эй Милая Что значит Слово Панаптикон Это ведь Что-то Вроде Наблюдательной Башни М Ладно Зови Так Куда Идем Сара Тут Терминал М5 Для связи С ковчегом Можно Подключиться К ковчегу Лабос Когда Будем Готов Так Еще Что-то Надо Увидеть Нашли Терминал Батареи Туда Сюда Так Что У нас Здесь О Ну-ка Ну-ка Что ты там Нашла Давай Посмотрим Если Если я Правильно Понимаю Эту Операционную Систему Она Выведет Данные Если Нажать Сюда Смотрим Вы Вы Тоже Видите Эти Цифры Эта Машина Полностью Преобразует Входящую Атмосферу В воздух Земли Потерь При Конверсии Почти Нет Вот Наша Золотая Жила Эта Технология Способна Восстановить Атмосферу Земли И мы Можем Спасти Планету Да Земле Точно Нужна Пара Тройка Таких Машин Так Че Повышенное Содержание Кислорода Это Значит Люди Надо Бежать Туда И Проверить Сначала Мы Должны Закончить Анализ Но Надо Ж Торопиться Куда Выяснить В чем Дело Я Пойду На Разведку Если Там Остались Живые Колонисты Мы Не Знаем Как Они На Нас Обреагируют Нам Надо Подготовиться Согласен Пока Тут Все Выглядит Не Очень Хорошо Если Я Возьму Марсоход И доеду До Комплекса Мы Будем Знать Завтра Мы Подготовимся И Поедем Туда Все Вместе Это Приказ Сара Права Надо Передохнуть После После Всего В Частье Есть Комната С Кроватями Я Подежурю Первым А Вы Поспите Ну да На самом Деле Сломя Голову Пороть Горячку Нет Смысла Опасно Кто Знает Кто Там Остался За Наших Или Против Наших И Тут Тоже Баламут Что Ли Про Какой Ящик Кто Что Куда Притащил Алло Ну Начинается Эти Тут Тоже Туда Же Блин Ну Опять Началось Узнать О чем Говорит Сара И Рай Найти Способ Подслушать Их Разговор Пошли Ага Айла Давай Мы уже В таких Вещах Были Так Погнали Тихо Тихо Где Вот Он Так Куда Нам Ити То А Да 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 Все Вот Сюда Я И Не Хочу Слушать Нужно Было Хоть Какая Нужно Было Хоть Предупредить Что Она У Нас Вот Так А Об Это Знали Только Я И Мария Остальных Пугать Не Стали И когда Я бы Узнал Когда Ты Велишь Стрелять Кому-то В лоб Нет Я Собиралась Сказать Тебе Это Очень Важно Скрыть Им Сзади Ты что Нет 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 Давай Вот Сейчас Без Им Сзади А что По-твоему Будет Если Мы Обнаружим Кого-то Из Лунного Совета Они Нам Просто Сдадутся А Не Для Этого Мария Отправила С нами Кэти Нет Чтоб Хоть Исак Сдался Доброволь Что Это Плана А Это План Б Понимаю Ты Сейчас Ошарашен Прости Что Не Сказала Раньше Вот Вот Так Всегда Ребята Вот Так Всегда Кто То Вообще Подло Начинает Тот Хрень Делать Короче Да Тебе Нужно Поспать Да Иду Я Подожди Где Скорее Они идут У него Волоса Видела Как Махнули Короче Приперли Они С собой Пушки Вот Собственно На этом Опять Все Началось Так Ладно Так Ну что Нам Надо Ехать Там Есть Жители Карты Нету Карты Нету Прости Сара Ты ранена Ранен Единственный Кто Может Помочь Я решила Что Будет Лучше Да Идите Вы Жопу Вы Тоже Обманываете Да Конечно Так Едем В лоб Ребята А тут Что Что Уже Снежок Выпал Что То Уже Нифига Не Марсианская Погодка Так Да Пошли Ти Напрямую Прям Вот Так Что-то вижу на горизонте. Так, это что такое? Выходим. А она и ящик за собой прихватила. Обалдеть. Кэти, вот ты безобразничаешь, капец. Не по-детски. Беспредел. И че? Ты туда выкинешь это все? Кто б сомневался. Да. Чувствуется мне потом, об этом мы все пожалеем, что остались безоружными, когда на нас всякие отморозки начнут нападать. В общем, как это обычно бывает. Сара, я на месте. Что видишь? Отсюда не вижу никаких признаков жизни. Станция пустая и полуразрушенная. Как тот карьер раньше. Пойду посмотрю поближе. Если кого-то увидишь, тебе нельзя вступать в контакт. Конечно, конечно. Возвращайся, тебе ясно? Как скажешь. Хорошо. Я же ваша единственная надежда, что Исаак сдастся. Здесь что-то должно быть. Пошли. Так, доберитесь до базы. Найдите признак наличия кислорода. И чё? Так. Это что, свет? Надо спуститься. Ага. Ладно. Выглядит ненадежно. Надо вниз и как-то перебраться через лед. Так. Отлично. Теперь я могу ходить. Угу. То есть надо было осмотр сделать. Выглядит ненадежно. Так. А вот сюда мы не зайдем. Сюда мы не зайдем. Так. Сюда тоже не получается. Вот это не просто. Так туда? Разбито. Ага. Всё понял. Так. Ясно. Ну что, пойдемте. Ударить ли добурами? Да, конечно. Чё, пошли. Да ударили добурами. Пошли. Да, блин. Похоже, придется прыгать. Пошлите выше, поднимемся. И... Опа. О. Блин, а было крайне опасно, ребят. Прям вообще. Я, конечно, прыгнул. Мне ужасно повезло. Что я на приступку встал. Так. О. Я жив. Так, идем дальше. Дальше куда? Дальше сюда. Видимо. Так, и чё? Хорошо. Так, всё, отлично. Вниз я спустился. Насколько далеко? Так, ну теперь надо пробраться вниз, да? Через лёд. Нормально всё. Вся станция окружена льдом. Пробираюсь через него. Может, там они очищают воду? Может быть. Канатная дорога. Похоже, эта канатная дорога предназначалась для перевозки людей и крупных грузов. Разрушение серьёзное, прямо как в Хершелл. Могут ли тут скрываться выжившие? На борту Ковчега Вита база данных с миллионами земных видов флоры и фауны. Многие из них уже вымерли. Но их можно воспроизвести. Это биопринтер. О, как интересно. В нём все компоненты для создания жизни. Мы идём к биопринтеру. Исчезнувшие виды животных, растения, которые мы давно потеряли. Мы можем всё это вернуть. Но чего надо найти? Его местоположение в нам всех не указано, но он просто исчез. Так что если вдруг узнаешь об этом хоть что-то, дай нам стать. Поняла. Марсоход. И? Музыку играешь, что ли? Причём непростую музыку, ребята. Да. Ужасно. Так, ладно. Я лихо подбежал опять к краю. Этот не работает нормально. Идём сюда. Сюда. Не знаю почему, но мне кажется, сюда нужнее. Пошли сюда. Так, что здесь? Ага. Ага. Это что? Это намёк. Вон туда надо прыгать. Отлично. Хорошо. Прыгнули. Так, а, ну там я был. Всё. Здесь что? Так, ага. Ну флаг не просто так здесь стоит, я так подозреваю. Так, ну отсюда я не залазил. Так, сюда пошли. Сюда. Так. Ну, очень удачно так тряпочками. А-а-а! А-а-а! Очень удачно так тряпочками дорогу мне обозначили. Можно по этим тряпочкам бегать. Оба-на! Так, ну вот это у нас, наверное... Кислород можно будет получить. Пошли сюда. Внутрь станции. Заходим. Есть кто? Есть кто? Так, тут ничего сканировать нельзя. Или нету? Здесь тоже ничего нету. И тут никого. И здесь никого. Что, на улицу выходим уже, что ли? Довольно быстро. А там ничего нету. Так я здесь ничего не изучил. Я ничего не пропустил здесь? Нет. Интересно. И здесь никого. Ладно, ребят, что, пойдем дальше. Раз предлагают нам двигаться вперед, что, пойдем вперед. Здесь, по идее, какой-то биопринтер, с помощью которого можно восстановить и напечатать всю флору и фауну. Ну, или почти всю. Поэтому, ну, относительно земной. Как сейчас сказала нам Сара. Так что, идем сюда. Что здесь? Здесь прошло сохранение. Так, воздушный шлюз. Тут у нас движняк по сюжету пойдет сейчас. Давайте сейчас мы посмотрим киношку. Здесь вроде все неактивно. Ни на что нажать не могу. Так, это выход на улицу. Там спуск вниз. Ну, и вот у нас тут стол. Смотрим, что за стол. Не знаю, каково было назначение Одум, но, судя по этим данным, он пришел в негодность. Ага. А вот эта конструкция... Думаю, туда нам и надо. Ты про какую конструкцию? Так, я отсюда... А, я отсюда пришел. Так, ну все, спускаемся вниз. Они уже даже не скрываются, совсем страх потеряли. Со мной в кабинке ехало трое типов, и они во весь голос обсуждали этот рынок, прямо у меня перед носом. Никакого уважения. Ты же в охране. Так арестуй их. Арестуй. Тебе нужен совет или нет? Они просто эгоисты. Торговать из-под полы подло и неуважительно к другим людям. Если не сообщишь, куда надо, тебя могут отправить в медотек. И то правда. Господи, что там тряхнуло? В главном корпусе что-то случилось. Мне надо идти. Угу. Надо записать. Да, запиши. Тут они выращивали еду, судя по всему. Ага. Здесь сказано, что весь урожай подвергся неожиданной мутации. О, как. Интересно. Так, это мы прошли сюда. Так, тихо. Что тут у нас? А, ну это я прочитал уже. Все. Я спустился вниз. И вот дверь. Давай здесь посмотрим. Ого. Выглядит. Жутко. Что это? Это следы электрического повреждения? Угу. Не нравится мне это. Давай аккуратнее. Так, это что? Похоже, это гидропонная ферма. Угу. И все? Может, ничего не будешь говорить? Про гидропонную ферму. Значит, здесь они производили свои антидепрессанты. И раздавали их вместе с едой. Похоже, это был их единый комплекс для производства воды, пищи и лекарств. И последние несколько лет явно дались им непросто. Условия были чудовищными. Эти люди голодали. Ради чего? Пустой мечты Маккартура? Ну, мы пока не знаем причин. Виноват ли Маккартура, так? Кэти, будь осторожней. Хорошо. Я буду на связи. Максимально осторожен я. И Кэти тоже. Так, нам туда надо идти, но там все закрыто, поэтому я вышел. В принципе, все правильно. Тут дороги никуда больше нету. А, вот еще вот у нас есть вниз вот здесь проход. Так вот, что они здесь выращивали. Этот ящик был рассчитан на 50 человек на одну неделю. Обалдеть. Этого слишком мало. Вот народ и обменивался, чем мог. Да, мы уже видели этот паек на 50 человек. Ой, на 50 порций. Уже встречали с вами, да. Окей. Так, тихо. Это я отсюда пришел, нам сюда. Идем прямо. Потом сюда. Потом вот под этим. И потом сюда. Так, тут закрыто. Здесь спускаемся. Так, ну и дальше идти вверх. Ну что, ребята, на этом на сегодня будем завершать. Понравился ролик? Ставьте лайк. Есть что сказать, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Да пребудет с вами Джойстик. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok